Всем привет! С Вами Кривуля Андрей Чарли и это продолжение урока по Real-Time Hair. Ссылку на предыдущую часть я оставил в закрепленном комментарии. Также, там же есть ссылка на новое интервью со мной для 3D Papa и другие, которые давал ранее. В этом видео мы поговорим о создании текстур для ресниц. Также создадим плашки для них же. Отвечу на вопросы, которые я обещал. То есть, научимся создавать текстуру для кудрей и их же с помощью плашек. Поговорим о запекании всех текстур для разных слоев волос. Научимся создавать плашки для них и конечно же, поговорим об оптимизации всей формы с помощью Reduce метода. Итак, в прошлом уроке мы остановились на создании бровей. Теперь поговорим о создании ресниц. Для их создания, я тоже использую те же самые референсы, которые я показывал в предыдущем уроке. Естественно, чаще всего я стараюсь создавать более реальные, нежели искусственно созданные, как на этом референции. Если сейчас приблизиться к этому глазу и сделать анализ формы ресниц, то Вы заметите, что есть такой тип, состоящий обычно из двух или трех волосков. И есть отдельные волоски. То есть, нам нужно создать три типа плашек с такой текстурой. Сейчас я продемонстрирую Вам сцену, которую я использовал для запекания текстурой для бровей. Так как я ориентировался на два референция в этой работе, то решил создать немного больше разнообразных волосков. Как раз ближе к краю глаза, я использую именно эти два типа, которые соответствуют референсу. Кстати, один волосок я использую из текстуры бровей. Так как это общая сцена для запекания всех типов, то можно иногда использовать такой подход. Итак, об общей сцене для запекания текстуры для всех ловев плашек, мы еще поговорим чуть-чуть позже. А сейчас я покажу, как рисовать волоски для текстуры бровей и ресниц. В первую очередь, Вам нужно примерно выбрать область, в которой будет текстура для бровей и ресниц. Так как всю текстуру мы будем вписывать в квадрат и для текстуры каждой из плашек, желательно зарезервировать определенную область. Из которой она не будет выходить. Поэтому примерно в этой области мы разместим текстуру для плашек и бровей. Чтобы забронировать это пространство, просто создаем плейн и с помощью него резервируем нужное. Просто передвигая вертексы. Затем временно скрываем сетку и приступаем к созданию пяти плашек. Но Вам не обязательно создавать каждую из них отдельно, так как в данном случае, мы не будем использовать разные настройки Ornatrix для каждого из волосков. Поэтому их просто можно нарисовать на этом плейне, тем самым забронировав данное пространство для них. Для их рисования, я буду использовать Draw Strand Tool. Так как лично мне удобно использовать этот инструмент. В Maya есть свой встроенный инструмент рисования сплайна в Paint Effects Tool. Но с ним слишком много лишних действий. Но все же, если Вы хотите, чтобы я его показал, можете написать об этом в комментарии. И я создам видео в виде быстрого видео-ответа под этим комментарием. Сейчас мы не будем останавливаться на данном инструменте и приступим к использованию Draw Strand Tool. Итак, выбираем данный плейн, открываем Ornatrix Shelf, кликаем на данную иконку и выбираем Preset for Ball. В итоге у Вас появится большое количество волосков, которые мы сейчас удалим. Так же, как и модификаторы Change Width и Hair From Guides. Далее заходим в Edit Guides и в Attribute Editor выбираем Root режим. Для этого кликаем на данную иконку. После чего выделяем любой из гидов. Нажимаем комбинацию клавиш Ctrl-Shift-I, чтобы инвертировать выделение. И кликаем на кнопку Delete Selected Strands. В итоге у Вас останется один гид, который мы позже удалим, когда нарисуем те, что нам необходимо. Теперь переходим в Top Width и приступаем к рисованию этих гидов с помощью Draw Strand Tool. Этот процесс похож на тот, который я показывал во время рисования бровей в предыдущей части. То есть в Edit Guides выбираем Root Mode и активируем данный инструмент. Далее рисуем нужные гиды. Не забываем про его настройки в вкладке Tool Settings. Так как чаще всего для более детальных форм Вам понадобится 30 точек в Point Count. Потому что, допустим, если Вы введете значение равное 4, то формы будут обрываться и плавность исчезнет. Лучше сначала поставить больше и затем с помощью Strand Detail их оптимизировать. Когда сделали все настройки, рисуем нужные волоски. После того, как нарисовали их, удаляем самый первый гид с помощью кнопки Delete Selected Strands. Который у нас оставался до рисования. Затем, как и говорил ранее, выше Edit Guides создаем Strand Detail для оптимизации точек. В настройках этого модификатора экспериментируем с значением View Point Count и смотрим, как меняется форма волосков. Главное найти баланс. То есть такое оптимальное значение, при котором сохранится плавная форма. Я думаю, что 5 в данном случае будет достаточно. А на рендер можно поставить 15 точек. После чего создаем еще один Edit Guides под Strand Detail, чтобы запечь то, что мы нарисовали. Так как сейчас, Ornatrix все равно помнит то самое количество длинных волосков, которые мы удалили. Чтобы запечь тот результат, который есть сейчас. Нажимаем правой кнопкой мыши на Edit Guides. И выбираем Collapse Up to Hair. В итоге у Вас свернется стек модификаторов и превратится в один Baked Guides. Теперь 100% у Вас не будет никаких проблем при открытии этой сцены на другом ПК. Например, на Render Farm. Затем, выше Strand Detail, назначаем модификатор Hair From Guides. В его настройках выбираем генерацию из гидов. Далее добавляем Change Width в модификатор, чтобы настроить толщину волосков. И это все. Теперь у Вас готовы волоски для запекания текстуры ресниц. Далее создаем еще один Plane и выравниваем его по квадрату Maya Grid. В итоге на топ видео Вам будет проще вписать все нужные волоски для плашек. И также правильно настроить камеру. Об этом мы еще чуть-чуть позже поговорим, когда я расскажу о всех слоях плашек. После чего, чтобы его случайно не удалить, да и деактивировать его выделение. Кликаем на этот Plane. Создаем специальный слой для него. В итоге Вы сможете его скрывать, а также активировать кнопку R. И тогда он не будет активным в юпорте. То есть выделение не будет на нем работать. Также для удобства Вы можете нажать клавишу 4 и убрать сетку. Так как Вам намного проще будет видно, куда вписывать нужные группы волосков. И Вы с легкостью создадите стол для запекания всех текстур. Все группы волосков рисуются с помощью Draw Strand Tool. В итоге я получил такой стол для запекания для моего проекта. Как я и сказал, я еще расскажу о всех этих слоях. А сейчас вернемся к ресницам и я хочу показать Вам, как создавал плашки для них. Для начала Вам нужно выделить ту часть, к которой будут крепиться ресницы. Я сейчас не буду показывать полноценное выделение, а покажу лишь часть геометрии. Чтобы ускорить процесс записи этого урока. Так как этого будет достаточно для понимания. Как обычно, делаем дупликат с помощью комбинации Ctrl и D. Затем нажимаем Ctrl-Shift-I и Delete. Итак, геометрия готова и ее можно использовать для создания плашек ресниц. Нажимаем Alt-H, чтобы сфокусироваться только на этой геометрии. И снова используем пресет Furball. Далее удаляем все модификаторы, кроме Edit Guides. И уменьшаем длину, а также количество гидов Guides From Mesh. Далее удаляем все гиды, кроме одного, с помощью Delete Selected Strengths. И приступаем к созданию плашек для ресниц. Для этого выделяем Root Mode. Активируем Plant Guide Tool. И создаем каждую ресницу. Лично мне так намного удобнее. Так как я тогда контролирую весь процесс. Это же не ресницы для рендера, а их плашки, которых гораздо меньше. Поэтому создать каждую пооденности не составит труда. Чтобы видеть плашки, добавляем модификатор Mesh From Strands. Также обязательно Change Width, чтобы управлять их шириной. Сетка для ресниц должна выглядеть примерно таким образом, чтобы был изгиб. Потому что иначе, вы получите недостаточно реалистичные ресницы. Я чаще всего делаю максимальное количество точек в Strand Detail, для плавного изгиба. Как раз в данном случае, значение равного 10 будет достаточно. Затем, когда готовы все плашки, я просто оптимизирую их с помощью меню Mesh Reduce. В появившемся окне, можно ввести нужное количество треугольников. И благодаря этому, вы произведете оптимизацию сетки. Конечно же, ее можно оптимизировать с помощью Strand Detail. Но если у вас очень много плашек, то не всегда это удобно. Естественно, вы можете создать группы и для каждой настроить эти параметры по-своему. Но чаще всего, это забирает больше времени, чем эксперименты с инструментом Reduce. В итоге, в процессе создания плашек и текстур, у меня получился такой результат. Как можете заметить, часть геометрии оптимизирована, так как там короткие волоски. И они не требуют слишком плавного изгиба. А где-то более плотная сетка, чтобы не терять детали. И если вернуться в Marmoset в клубах 3, то получились такие ресницы. Итак, подведем итог и еще раз посмотрим на основные инструменты работы с ресницами. Для этого, чтобы было проще понять всю суть этой работы, создадим простой Plane. Применяем к нему пресет Furball. Как обычно, удаляем все лишнее. Итак, во-первых, вам нужен Root Mode и опция Plan Guide Tool, для того, чтобы создавать новые гиры для ресниц. В Edit Guides. Далее, модификатор Mesh From Strands. Используем для превращения гидов в плашки. Strand Detail используем для оптимизации сетки. Также в Edit Guides используем третий режим с расческой, для редактирования плашек, чтобы получить нужную форму. Инструмент Cut для подстрижки ресниц, чтобы сделать их короче. И Change Width используем для управления шириной плашек. И еще один момент, о котором я хотел рассказать, прежде чем приступать к ответу на обещанные вопросы. Эта разная сетка, зависящая от длины гида. Чтобы управлять количеством точек и сделать результат более правильным. Для начала, каждому гиду назначаем свою группу. Во время назначения ее, когда вводите число, не забываем нажимать Enter. Перед тем, как применить ее к гиду. Так как иначе, Ornatrix не поймет, что Вы от него хотите. И теперь, если например ввести число 2 в Strand Group, то Вы сможете управлять сеткой гида с этой группой. То есть для каждой группы создаем свой Strand Detail. Это очень удобно, хоть и немного дольше, чем Reduce Method. Например, для данной плашки Вам не нужно слишком много точек. В итоге, мы можем уменьшить их количество только для нее. Я думаю, что Вы заметили, что мелкие части в геометрии моих ресниц, не имеют много точек. То есть это один полигон, состоящий из двух треугольников. Итак, это все, что я хотел рассказать о создании ресниц. Об оптимизации с помощью Reduce, уже поговорим, когда отвечу на все вопросы. Итак, основные вопросы, на которые я обещал ответить в группе и которые относятся к этой части, это вопрос от Luke Wake и от Владимира KK. Эти два вопроса имеют непосредственное отношение к этой теме, поэтому я решил ответить на них в данном уроке. На остальные вопросы, которые задают в этой группе, в YouTube и так далее, я как обычно отвечаю с помощью видео-ответа, без монтажа и субтитров, так как так намного быстрее. Первый вопрос от Luke Wake звучит так. Здравствуйте, Андрей. Интересует такой момент при создании волос для реалистичных игровых персонажей. Сколько слоев плашек оптимально делать для причесок с длинными волосами и средними? То есть, как я понимаю, прическа разбивается на слои по плотности текстуры. Чем ближе к поверхности, тем плотность меньше. С помощью этого придается объем. Также часто вижу, что текстурят поверхность самой головы. Не ясно зачем, ведь кожа под волосами белая. Если можно, осветите, пожалуйста, процесс создания слоев, расстановки плашек друг под другом и особенностей их текстурирования для каждого слоя. Прически от кожи головы до самых верхних волос. Как это реализовывается, очень интересно. Спасибо. Итак, сколько же слоев плашек оптимально делать для причесок с длинными волосами и средними? Все зависит от конкретной ситуации. Например, если Вы посмотрите на мою работу с Абеллой, то увидите, что у меня получилось 4 слоя волос и 1 кап. В большинстве случаев используется такая схема. 2 SIG слоя, SIG и FLY AWAY. Иногда SIG 2 убирается, чтобы оптимизировать количество треугольников. То есть количество слоев зависит от того, насколько качественный результат Вы хотите получить. Если Вы не сильно ограничены их количеством, то однозначно стоит добавить второй SIG для придания объема волосам. Так прическа получается намного реалистичнее. Далее LUX спрашивает за плотность текстуры и ответ такой. Первый слой самый плотный, затем идет чуть-чуть тоньше, второй слой для придания объема. Третий слой еще тоньше и FLY AWAY самый тонкий. Этот слой всегда такой. Даже если Вы посмотрите на фотореференсы, Вы убедитесь в этом. Далее LUX спрашивает за CAP-слой и зачем его делать, если кожа головы белая? Он делается для того, чтобы потом в процессе работы не создавать много плашек для SIG и SIN слоев. Что естественно приводит к увеличению треугольников. И гораздо удобнее создать CAP, чем тратить время на правильный подбор угла плашки, чтобы закрыть все пробелы. Если CAP удалить, то я уже показывал в предыдущих частях, как выглядит прическа без него и почему его стоит добавлять. После чего LUX просит осветить процесс создания всех слоев и текстур для них. Я как раз поговорю об этом, после того, как отвечу на вопрос от Владимира Кейкей. Итак, Владимир Кейкей говорит о том, что просмотрев подробные курсы по Ornatrix, у него получилась такая прическа. И в процессе работы он все время контролировал количество треугольников, которое равнялось примерно 5К. Затем он думал о том, что есть волшебная кнопка, которая сразу же превратит созданную прическу в реалтайм волосы с плашками и текстурами. И я сразу хочу сказать о том, что изначально это неправильный подход. Не нужно создавать полноценную прическу и потом пытаться ее конвертировать в реалтайм. Да, этот подход кажется проще, но он не приведет к успеху. Вы можете использовать его как референс, чтобы потом на основе этой прически создать low-poly. Но учтите, что это забирает дополнительное время и это не обязательно делать. К сожалению, нет волшебной кнопки, которая сразу же конвертирует все, как нужно. И естественно, если назначить на такую прическу MeshFromStrands модификатор, то будут миллионы волосков. И это конечно же нельзя экспортировать в Unreal Engine и в любом другом движке у Вас будет резкое падение FPS. Как я и сказал, весь процесс построения реалтайм волос начинается с создания Cap и затем остальных слоев. То есть, если стоит задача создать такие кудри, то можно использовать два метода. И как раз выбор каждого из них зависит от требований количества треугольников. Например, если у Вас бюджет в 50-100к треугольников, то не нужно никаких хитростей, чтобы получить такую прическу. И это второй метод. Первый же метод заключается в разных хитрых методиках, приводящих к более-менее нормальному результату при малом количестве треугольников. Этот метод начинается с создания данной формы и затем запекания ее в текстуру на плашку. Сейчас я покажу на быстром примере, как это можно реализовать. А далее уже поговорим о всем процессе поэтапного создания каждого из слоев. Этот пример Вам будет полезен для понимания того, как же создаются реалтайм волосы. Я сейчас покажу два метода, о которых говорил. Итак, первое, что я, конечно же, хочу Вам показать, это метод создания плашек и специальной текстуры для них. Сразу же предупреждаю, что с этим методом у Вас могут получиться более плоские кудри. Но в то же время, если Вашей задачей является экономия треугольников, то такой метод подойдет лучше всего. Если Вы играете в игры, то 100% могли заметить, что таких причесок очень мало. Так как в основном, это очень трудоемкий процесс создания. Который требует времени, чтобы получить качественный результат. И, конечно же, достаточно количества денег. Процесс создания плашек в основном такой же, как и процесс создания обычных волос. То есть сначала активируем пресет Furball. Удаляем лишние модификаторы и гиды. Затем активируем Root Mode и с помощью Draw Strand Tool рисуем нужные гиды. Я думаю, что 4 гидов для урока будет достаточно. Далее добавляем модификатор Mesh From Strands, чтобы получить плашки и Change Width, чтобы управлять их шириной. В Change Width для кривой выбираем Full Preset. А в Mesh From Strands добавляем EV для плашек с помощью опции Purse Strand Coordination. Затем, после Edit Guides, Вы можете добавить Rotate Модификатор, чтобы повернуть все плашки сразу. Но я хочу показать другой метод, который позволяет контролировать поворот каждой плашки по отдельности. Для этого используется кнопка Rotate Strands в Edit Guides. То есть выбираем нужный гид и просто поворачиваем. Если необходимо, то возвращаемся в Change Width и увеличиваем толщину плашек. Далее добавляем модификатор Detail для оптимизации треугольников с помощью параметра Viewpoint Count. Затем просто расчесываем их таким образом. После чего приступаем к созданию такой текстуры для этих плашек. Для этого создаем отдельную сцену, ведь лично мне так намного удобнее. Итак, создаем новую сцену. В ней выбираем камеру Top и нажимаем Shift-H, чтобы ее показать в сцене. Далее нажимаем F, чтобы сфокусироваться на ней. Затем нажимаем Ctrl-D, чтобы сделать ее дубликат. Оригинал скрываем с помощью Ctrl-H, а дубликат называем Bake Camera. Затем идем в Panels и кликаем на меню Look Through Selected. Далее создаем Plane, в который мы будем вписывать все текстуры. Затем идем в настройки рендера и устанавливаем разрешение 1К для обоих сторон. Выключаем сетку, чтобы она не отвлекала. Включаем рамки разрешения, используя иконки на панели. И активируем панель Ornatrix, чтобы увидеть их снизу и сверху. И приближаем камеру таким образом, чтобы данный Plane вписался в квадрат с рамками. После чего Вам нужно заблокировать трансформацию камеры, чтобы случайно не сдвинуть настроенный вид. Для этого переходим в Channel Box Editor. Выделяем все параметры Plane. Нажимаем правую кнопку мыши и активируем опцию Lock Selected. Далее нажимаем пробел. Переходим в перспективный вид. И фокусируемся на Plane с помощью клавиши F. При желании Вы можете рисовать все волоски для текстуры на одном Plane. Но лично я предпочитаю делать все по отдельности. Так как тогда можно быстро их переместить, повернуть и проще управлять расположением. То есть данный квадрат я использую как ориентир размера текстуры. За границей которой не стоит выходить. Я обычно добавляю его в слой и делаю неактивным для выделения. Далее я создаю несколько плашек. Если смотреть на данный случай с кудрями, то я бы для начала создал 3 плоскости, на которых нарисовал 3 разных вида кудрей. После чего располагаем их таким образом, как бы вписывая в данный квадрат. Далее после того, как Вы сформировали определенное количество плейнов. Выделяем их и делаем Reset Transform, Freeze Transform. И удаляем историю с помощью DeleteByType, History. Далее приступаем к созданию кудрей. Я не буду создавать их для всех плейнов, а покажу на примере одного. То есть выделяем любой плейн и активируем Preset For Ball. После чего, как обычно, удаляем ненужные гиды, оставив лишь один. Затем активируем инструмент Draw Strand Tool и рисуем нужную форму. Если изначально она не получилась плавной, то нужно зайти в Tools и настроить количество точек. После чего, выбираем Brush Mode, активируем инструмент сглаживания. Выключаем опцию Preserve Strand Length. Включаем Resample Strands. И увеличиваем силу влияния на максимум. Далее легкими движениями сглаживаем форму и делаем ее более плавной. Далее переходим в перспектив View и удаляем тот гид, который оставляли в начале. И приступаем к генерации бучка волос из этой формы. Для этой задачи не будет достаточно одного гида. Поэтому снова идем в Edit Guides. Выбираем Root Mode. И с помощью Plant Guide Tool, создаем еще несколько гидов такой же формы. Для этого кликаем мышкой несколько раз в этой области. Затем выделяем все гиды. Выбираем Brush Tool и в списке инструментов кликаем на этот. После чего в User Defined Brush активируем Demo Clump. Далее проверяем, чтобы у Вас были включены эти опции. И легким движением руки получаем пучок гидов. После чего назначаем модификатор Hair From Guides с этим режимом. В интерполяции у Вас должны быть такие настройки. И шириной пучка управляем с помощью опции Guide Area Circle Radius. Но я обычно оставляю все по умолчанию. Далее применяем Multi-Bler с такими настройками. Затем, чтобы сделать кончик тоньше, применяем Clump Modificator. В котором создаем клампы из гидов. И активируем опцию Set Clump Size. В итоге Вы получите такой пучок волос. Далее при желании Вы можете выбрать Brush Mod в Edit Guides. Активировать опцию Elastic и расчесать этот пучок. Обязательно делаем такую кривую в Change Width. Иначе у Вас будет нереалистичный результат на корнях. То есть, по умолчанию получается такой результат. И теперь можно приступить к рендеру текстуры. Выбираем Bake Camera. Далее скрываем все плейны из рендера, так как они нам нужны только для рисования формы. Для этого в настройках объекта в вкладке Object Display. Выключаем опции Visibility и Load Visibility. Далее качаем Bake Scene по ссылке в моем блоге. Я также оставлю ее в закрепленном комментарии. В архиве в папке Scenes будет лежать файл bake-сцена.mb. Это обычная сцена с двумя дом-лайтами из V-Ray и Arnold. А также пресетами материалов для запекания, которые я использую в своей работе. То есть, если Вы импортируете эту сцену в Вашу, то сможете использовать все эти материалы и источники освещения. Поэтому импортируем ее в сцену с пучком, который создавали ранее. Во время импорта включаем опцию Group, чтобы потом было удобно управлять импортированными объектами. Я удаляю все импортированные источники освещения, так как они уже есть в моей сцене и оставляю только материалы. Скрываем эти материалы из сцены. Я так делаю, потому что это позволяет мне выбрать любой из материалов и настраивать их. Иначе каждый раз нужно заходить в HyperShade и искать их там. Ведь у объектов с волосами не так просто выбрать вкладку материала. Так как там присутствует куча модификаторов из Ornatrix. Итак, в первую очередь назначаем Arnold Color. Я буду рассказывать о запекании всех карт в Arnold, как Вы и просили. Верою же показывал в предыдущих частях. Но многим хотелось демонстрации запекания всех карт именно в Arnold. Затем идем в настройки и выбираем Arnold Render. Сразу хочу предупредить, что GPU не поддерживает многие AOPs. Поэтому рендерим на CPU. То есть идем в System и выбираем именно этот движок. Далее идем в вкладку AOPs и с помощью кнопки Add Custom добавляем AOPs, Normal, Direct, ID и Root. Далее идем в каждом AOPs, вам нужно подключить соответствующий материал. Это делается очень просто. Выбираем слой и в Custom AOP пишем имя материала для опции Shader. Кстати, ID AOPs лучше называть немного по-другому. Например, добавить нижнее подчеркивание. Иначе у Вас не будет активна опция Shader для этого слоя. Я специально это показал, чтобы Вы не сделали эту ошибку. Продолжение следует... Итак, все AOPs готовы, можно приступать к запеканию. В настройках рендер для камеры AA вводим значение равное 4. А для Max камеры AA 8. Этого будет достаточно. Запускаем рендер и смотрим, что получилось. Кстати, как можете заметить, на карте Albedo волосы с каким-то ореолом. Его очень просто можно убрать. Достаточно выключить Transmission Tint в настройках материала. Также при желании Вы можете поменять цвет волос и так далее. В Arnold это очень просто. Но я оставлю такой цвет и идем дальше. Кстати, если нажать букву A в окне рендера, Вы сможете увидеть Альфу. Если Вам нужно сохранить все слои в один файл, то выбираем файл Save Multilayer XR. И если открыть этот файл в Photoshop, Вы увидите все эти слои. Причем, Альбедо будет с Альфой. Также есть слой SAO, Direct, ID, Normal и Root. С помощью RGBA слоя можно сделать маску для остальных. Для этого делаем дубликат этого слоя, с помощью комбинации клавиш Ctrl и J. Затем на этот слой нажимаем зажатой клавишей Ctrl и заливаем белым цветом с помощью комбинации Alt и Del. После чего нажимаем Ctrl-Shift-I, чтобы инвертировать выделение и заливаем черным цветом. В итоге Вы получите Альфу, которую можно использовать для остальных слоев. Также я рекомендую сохранять ее в отдельный файл, так как не все рендер-движки поддерживают Альфа-канал файла с Альбедо. Затем, чтобы применить эту маску, копируем ее. Для этого Выделяем слой с помощью Ctrl-A. Затем Ctrl-C. Создаем группу из всех слоев. Для этого Выделяем их и нажимаем Ctrl-G. После чего применяем эту маску. Создаем Альфа-канал нажатием на эту иконку. Затем, с помощью Alt, заходим внутрь и вставляем нашу Альфу. В итоге Вы получите все слои с этой маской. Этот метод я показал лишь для того, чтобы Вы имели его ввиду. Если Вам вдруг понадобится работать с разными каналами в Photoshop. И смешивать несколько рендеров в одну текстуру. У меня когда-то была такая задача. А так, обычно я рекомендую сохранять все карты по отдельности сразу же из Arnold Frame Buffer. Альфа-канал в этом случае тоже сохраняем отдельно. Кстати, если Вы обратите внимание на слой с картой нормальной, которую мы рендерили в Arnold. То он не имеет дополнительных деталей с волосками. То есть это сплошной цвет. Я показал запекание этой карты, так как многие ее просили. А теперь поговорим о том, как получить обычную со всеми деталями немного другим способом. Без экспорта меша волос. Как я показывал это ранее в предыдущих частях. Достаточно открыть Knalt и загрузить карту Albedo. И из этой карты получить все нужные карты. Для того, чтобы нормали работали правильно, Вам в настройках справа нужно изменить несколько параметров. Далее нажимаем кнопку Update Integraтор. И таким образом Вы получите Object Space карту, которую часто используют в Unity. И здесь же есть вкладка «Curvache», из которой можно получить Cavity карту. Далее, чтобы экспортировать полученные карты, переходим в вкладку «Export». Выбираем PNG-формат и отмечаем все нужные карты. Указываем путь к папке, в которую хотите сохранить эти карты и нажимаем кнопку «Export». Теперь давайте поговорим о том, как получить спекуляр-карту в Photoshop. Для этого открываем Albedo Map. Обесцвечиваем ее с помощью Ctrl-Shift-U. Затем выравниваем уровни с помощью Ctrl-Shift-L. Далее, при желании можно уменьшить яркость этой карты. И затем добавим немного шума. Так как блик на волосах всегда неоднородный. Для этого создаем еще один слой. Заливаем его черным цветом и применяем фильтр Noise. После чего используем режим смешивания Multiply. И настраиваем opacity этого слоя. Все, карта спекуляр готова. Сохраняем ее в ту же папку. В итоге Вы получите все нужные карты, которые можно использовать в Marmoset, Unreal, Unity и так далее. Теперь я покажу, как используя эти текстуры и плашки, импортировать все в Marmoset Toolbox. Итак, нам нужно вернуться в сцену, в которой создавали плашки для кудрей. Сейчас нам нужно получить меш, на который можно будет назначить все эти текстуры в Marmoset Toolbox. Обязательно в Mesh From Strength Modificatory отмечаем опцию Pure Strength Coordination. Если Вы еще этого не сделали для создания автоматической UV-развертки. Затем выбираем 4-ball shape. Нажимаем правую кнопку мыши. И кликаем на Delete History. Таким образом, Вы получите нужный Mesh с такой UV-разверткой. Далее я обычно экспортирую полученный Mesh и Scalp в отдельную сцену, так как мне так удобно. Затем создаем сферу и выравниваем ее относительно скальпа таким образом. Если у Вас очень длинные и торчащие волосы, то сферу выравниваем относительно их. Далее на фронт видео удаляем эту часть сферы. После чего выделяем Edge и делаем Extrude вниз с зажатой клавишей Shift. Затем выделяем полученный объект. Нажимаем клавишу 3 и идем в меню Modify, Convert, Smooth Mesh Preview to Polygons. В результате получаем такой сглаженный объект, который будем использовать для запекания Vertex Normal на наши плашки. Далее выбираем полученный объект, потом геометрию с плашками и идем в меню Mesh, Transfer Attributes. В появившемся окне отмечаем Vertex Normal и нажимаем на кнопку Transfer. Скрываем сферу с помощью комбинации клавиш Ctrl и Ctrl.H. Но ни в коем случае ее не удаляем, пока не почистили историю плашек. Теперь давайте посмотрим, что получается. Вертексные нормали сферы перенеслись и теперь в движках не будет лишних теней или каких-то непонятных пересечений. То есть текстура плашек будет выглядеть более естественно. Далее на эти плашки назначаем любой из материалов и в слот Color загружаем текстуру Alpha, чтобы выровнять UV-развертку по ней. Затем заходим в UV Editor и делаем это. Причем, при желании можно обрезать эту часть. То есть не обращаем внимания на нее, потому что ее всегда можно сделать тоньше, во время запекания. В итоге получаем выровненные кудри по форме плашек. Далее экспортируем эту модель в FBX и открываем Armoset Toolbar. Затем загружаем все карты и получаем такой результат. Обязательно выключаем опцию Coolback Faces, чтобы волосы были видны по любым углам. Как я и говорил, используя этот метод, Вы получаете более плоский вариант. Но при этом экономите кучу полигонов. Когда этих плашек будет много, то результат будет выглядеть более естественно. Кстати, Вы можете комбинировать два метода. Когда вписывается текстура в плашку и частично создается полноценная геометрия. И тогда результат получится более объемный. Например, в этом проекте, который Вы наверное все видели, я использовал комбинацию двух Workflow. Да, в некоторых местах эта прическа выглядит все еще плоско, но благодаря этому я сократил количество треугольников в 2 или даже 4 раза. Как раз здесь Вы можете заметить, что есть отдельные кудри, которые не являются текстурой на обычной плашке. А это цельная геометрия. Вы можете сами проанализировать данную модель и зайти на сайт проекта. Ссылку я оставлю в комментарии под этим видео. Также там я оставлю ссылку на саму модель, которую можно приобрести. В итоге Вы можете открыть проект и увидеть, как я все там сделал. Как раз, если смотреть на референс, который дал Владимир, то Вы можете заметить, что не вся прическа состоит из четко выделенных кудрей. То есть, именно их можно сделать геометрией с текстурой, а в некоторых местах просто плашками. Именно сейчас я покажу, как получить данные кудри геометрией. Процесс получения такой геометрии схож с тем, который я показывал для создания обычных плашек. Просто в Edit Guides Вам нужно закрутить нужные гиды. Это делается с помощью инструмента Brush, с такими настройками. Далее добавляем больше точек в настройках модификатора Detail. В итоге Вы получите такие геометрические плашки, на которые нужно запечь обычную текстуру волос. Без всяких изгибов. Кстати, еще один момент, о котором Вам стоит знать. Я покажу его на примере одной плашки. При желании Вы можете добавить псевдообъем, если Вам не хочется, чтобы плашки были совсем плоскими. Для этого заходим в настройки модификатора Mesh from Strength и увеличиваем Side Count. Затем просто изменяем кривую в Cross Section Ramp и получаем такой изгиб. То есть, если Вы обратите внимание на сетку, то плашка уже не такая плоская. Обычно такую методику я использую для самого первого слоя и таким образом закрываю все пробелы. Например, если сейчас создать несколько плашек такого вида, то Вы получите псевдообъем. Это все, что я хотел рассказать по поводу вопроса от Владимира Кикей. Теперь я надеюсь Вам уже понятно, из чего состоит процесс создания реалтайм волос такого вида. Далее возвращаемся к вопросу от Люка, потому что я обещал ответить на него более расширенно. После того, как отвечу на вопрос от Владимира. Итак, из чего состоит процесс создания плашек? Представим, что у Вас есть такой скальп и сама голова. Для скальпа, как обычно, используем пресет Furball. Далее удаляем ненужные гиды и приступаем к формированию прически. Сразу же предупреждаю, что я не буду сейчас показывать подробный процесс ее создания. Потому что я буду делать это в отдельных уроках. А сейчас я просто быстро покажу свой workflow, чтобы Вы понимали, как уже с этим работать. Пока ждете следующих уроков. Принцип создания всех слоев одинаковый. Но нужно учитывать некоторые правила, о которых я сейчас расскажу. Первый момент, который стоит Вам сразу учитывать в работе с гидами. Это то, что если Вам не нравится, что они так тянутся во время расчесывания, то это можно исправить. Для этого выключаем опцию Optimize Strand Geometry в Edit Guides. Таким образом, весь гид будет работать как кости с FK. В Edit Guides выбираем формирование волос из гидов. И назначаем модификатор Mesh from Strands. Затем в Side Count вводим значение равное 8. Чтобы гиды были похожи на цилиндры, а не плоскую геометрию. То есть первое, что я делаю это формирование прически из геометрии. Чтобы видеть объем. И потом не заходить за его границы. В таком случае, Вам потом будет проще создать нужный объем и форму из плашек. Когда у Вас немного волос, Вы можете включить все модификаторы и видеть конечную геометрию во время расчесывания. То есть сначала формируем определенное количество гидов для того, чтобы видеть общую форму. Затем, при желании, всю эту геометрию можно сразу же превратить в плашки. То есть, таким образом, я формирую первый слой. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok Чтобы это сделать, просто в MeshFromStrands выбираем второй метод формирования геометрии в виде плашек. Также, если плашки пересекаются с геометрией скальпа, просто назначаем модификатор PushAwayFromSurface. Затем после HairFromGuides назначаем RotateModificator и делаем такие настройки. То есть, в первом слое все плашки обязательно должны быть повернуты таким образом, как бы обтекая форму скальпа. Также, в этом слое должны быть самые широкие плашки, чтобы не было пробелов. Первый слой моей прически выглядит таким образом. Как можете заметить, здесь нет никаких пробелов. И для него я обычно создаю самые толстые волоски. Опять же, чтобы не было пробелов. То есть, если посмотреть на данный слой в Marmoset Toolbug, то Вы заметите, что текстура практически не просвечивает. И волоски не такие тонкие, как обычно. Также, возможно, Вы заметили повторяемость текстуры в этом слое. И при желании, это можно разнообразить, создав дополнительный слой или несколько с помощью RADD для групп. Но в этом случае, у меня не стояла такая задача, да и этот слой является самым нижним. То есть, можно сэкономить место на UV-развертке и внести разнообразие с помощью остальных слоев. Это актуально тогда, когда Ваш заказчик просит поместить текстуру скальпа и волос в один файл. Для оптимизации в Unity или других движках. А не, как обычно, в разные файлы. В Ornatrix этот слой выглядит таким образом. Причем, многие новички часто делают такую ошибку, когда создают только один слой гидов, а под ними пустота. Конечно, это зависит от задачи и в большинстве случаев Вам не нужно слишком много гидов для Real-Time волос. Достаточно закрыть все возникающие пробелы. То есть, обычно это три слоя. Первый гид, второй гид под ним и иногда третий гид под этими двумя. Иногда это пять слоев. Например, это хорошо видно на затылке в этой прическе. Если я подниму данные гиды, то Вы увидите, сколько у меня слоев. То есть, идет сначала первый слой, затем второй, третий, потом пробел, пятый, пробел, седьмой. Это нужно делать обязательно для заполнения. В обычных волосах, не для Real-Time, таких слоев может быть больше. В первом слое текстура достаточно плотная, поэтому остальные нижние слои не создаются. Хотя тут нужно смотреть в зависимости от ситуации. И текстура для плашки данного слоя выглядит таким образом. В создании ее нет ничего сложного. Я просто создал Plane, затем из него получил гиды с помощью модификатора HairFromMeshStrips, после чего постепенно назначил разные модификаторы. Если у Вас есть какие-то вопросы и что-то непонятное, пишите пожалуйста об этом в комментариях. Я стараюсь отвечать на каждый вопрос с помощью отдельного видео. Кстати, так как это первый слой, обычно ChangeVis для него немного больше, чем у остальных плашек. Например, если выбрать следующий слой, который относится к Cine, Вы можете заметить, что его значение немного меньше. Это как раз четвертый слой после Cap. Также не забываем, что в этой прическе я использовал SICK2 и это точная копия SICK1. То есть, если открыть Maya и посмотреть на этот слой, то настройки модификатора Rotate выглядят таким образом. То есть, плашки расположены перпендикулярно основному SICK1. Да, из-за этого Вы получаете гораздо больше полигонов, но это же придает больше реализма Вашей прическе. При желании, можно добавить немного хаоса с помощью параметра Global Chaos. Cine слой, как Вы уже поняли, должен быть немного тоньше. То есть, как плашки, так и текстура и конечно же не таким густым. То есть, в Ornatrix он выглядит таким образом. Это точная копия Hair Seek, но при этом Вы должны отредактировать гиды так, чтобы они немного были выше основного слоя и слегка повернутые. Я думаю, Вы видите на этом изображении, что текстура этого слоя немного тоньше. И последний слой Fly Away, еще тоньше. И здесь еще меньше гидов. И если посмотреть на него в Marmoset Toolbaco, то он выглядит таким образом. Далее, если открыть сцену для запекания текстур, то Вы увидите, что для этого слоя у меня всего лишь 3 волоска. Итак, это все, что я хотел рассказать о создании плашек и текстуры для них. Следующий урок, как раз будет уже с практикой, как и просили. То есть, с начала и до конца создадим мужскую прическу с бородой. Так как я уже показывал создание прически девушки в курсе по 3ds Max. В шестой главе. Эти уроки лежат в плейлисте с Real-Time Hair. То есть, если отвечать на вопрос от Void Draw, будут ли уроки по созданию прически от и до? Да, конечно будут. Я буду показывать создание как женских, так и мужских причесок. Также, возможно покажу Real-Time Fur. Хотя, скорее всего, сейчас в ближайшее время шерсть начнут создавать с помощью Alembic Hair формата. Поддержка которого появилась недавно в Unreal Engine. Так как это намного проще и реалистичнее, чем метод с плашками. В общем, время покажет. Пока цель следующего урока, это мужская прическа с бородой. Но не спешите закрывать это видео. Так как, если помните, на 13-й минуте я обещал рассказать об оптимизации плашек с помощью Reduce. И как раз на примере Hair Seek, я сейчас расскажу об этом методе. То есть, как можете заметить, в начале с помощью Detail я настроил максимальное количество точек. Чтобы форма была плавной, без лоу-поли ребер. Затем эту прическу конвертируем в Mesh с помощью удаления истории. И экспортируем как Ops. После чего, открываем новую сцену и импортируем этот объект. Далее, применяем модификатор Reduce с помощью меню Mesh. И допустим, ваша задача 10 000 треугольников для этого Mesh. Вводим это значение в поле Triangle Limit. Затем нажимаем Reduce. Таким образом, движок Maya оптимизирует Mesh так, чтобы было это количество. Но при этом не потерялась форма. Прям магия какая-то. Например, вы можете ввести 5000 и заметите, что форма все еще не разрушена. Если ввести 2000, то это уже подойдет для какой-нибудь лода. Потому что уже в этой части для близких ракурсов идет разрушение формы. Но на дальних этого не будет заметно. То есть можно даже ввести 1000 треугольников для такого расстояния. Или даже 500. Это все, что я хотел рассказать в данном видео. Благодарю за просмотр и желаю хорошего настроения. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok